16 февраля в Хасавюрте состоялось открытие молельной комнаты для мужчин и женщин, возведенной на территории Центральной городской больницы. Религиозный объект был открыт для всех пациентов, посетителей и персонала медицинского учреждения на средства депутата Народного собрания Республики Дагестан Мухтар Паши Умаханова. Участие в маджлисе по данному поводу приняли представители духовенства, мэрии и общественные деятели города. Намаз, молитву, которую мы выстраиваем, он является самим главным столпом нашей веры. Вот у нас в городе мечети сколько? Ну, необходимо в этом месте больницы, вот эти территории, люди, которые приходят, иногда и ночью, и днем люди ожидают во дворе больницы. И вот это место для этого столпа, ислама, очень необходим. Поэтому мы, Всевышнего Аллаха, в первую очередь, благодарим за этот ниомат, который он нам дал. И потом, после него, и мы благодарим тех, кто эти условия нам дал, кто сюда трудом, имуществом, и они своим, и они мыслями, кто участвовал в этом деле. Открывая собрание, председатель общественной палаты города Хасаверт Магомедросул Шейх Магомедов подчеркнул важность постройки, в особенности для женщин, которым проходилось труднее всего выполнять свои религиозные обязанности. Также Шейх Магомедов от лица общественности города выразил огромную благодарность всем, кто принял участие в этом деле, средствами, работой и даже словом. О важности возведения в местах массового пребывания горожан, комнат для намаза отмечали и другие. Наша республика, она обильна мечетами. Это очень отрадно, это очень хорошо. В любом месте на дороге, в любом месте, в городе, когда человеку захочется, на них все делать, очень приятно. Тут находишься рядом мечет, для того, чтобы зайти, делать омоление, совершать молитву, это очень хорошо. Вот это, естественно, не мать Всевышнего Аллаха, это благодать. Конечно, мы обязаны шуху делать, воспалять Всевышнего Аллаха. Все-таки хорошо сделали, что и мужчины здесь совершают молитву, и мужчины совершают. Это очень хорошо, когда саму вот эту ситуацию, вот это и видишь, это как-то радует. Потому что здесь много людей стоят возле больницы. Аль-Хамду-Лля, что мы имеем возможность открывать мечети, принимать участие в этом. И, конечно же, после постройки мечети, тоже на этом не заканчивается. Нам нужно заботиться о чистоте, о соблюдении порядка и так далее. Это тоже очень важно. Почему? Потому что вовремя пророка, алей-исаллаху ассаламу, одна женщина, которая подметала мечеть, пророк, алей-исаллаху ассаламу, заметил, что она непрекотная мечеть. Когда он спросил сподвижнику о ее, они ответили, что она умерла. Посланник Аллаха, алей-исаллаху ассаламу, сказал, «Афалакунтум адантуму ниди». Почему же вы сразу не сообщили об этом? И он отправился, совершал джаназа намаз, делал дуа. Для нее такое важное место занимает и это тоже. Аль-Хамду-Лля, есть прекрасная мечеть, красивая. И все со всеми удобствами, условиями. В молельной комнате проведено разделение на две секции – мужскую и женскую, где имеется все необходимое для совершения намаза. Кроме того, основным моментом является облагораживание придворовой территории центральной городской больницы. в виде установки декоративных ограждений, посадки зеленых кустарников и установки тротуара. Зарья Махайбулаева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».